Я не буду говорить сложных приветственных слов как госслужащий. Я просто хочу поделиться с вами нашей радостью, потому что мы достаточно гордимся тем, что мы сделали. И поэтому мне было бы приятно поделиться с вами этими впечатлениями. Конечно, мы так же активно, как все регионы, работаем в создании цифрового контура. И за 5 лет проекта в 2023 году мы достигли 7 результатов из 7, 6 из 6. Все результаты достигнуты, они представлены. Мне больше, наверное, почти 2 миллиона граждан воспользовались услугами на ИПГУ. С учетом, что у нас есть свой региональный портал, ИПГУ мы думали, что у нас не получится, но однако граждане пользуются и пользуются активно, и мы этому очень рады. Они получили там очень много документов. Все медицинские организации выгружают в РЭМ 100% документы. Количество документов у нас очень большое. На следующих слайдах я покажу. Мы предоставляем сервис идентификации граждан по полю СОМС. Запись на прием к врачу, запись по направлению, электронный рецепт. Все, что только нужно, мы предоставляем и на ИПГУ, в том числе цифровой контрпроцесс идет создание. Хотелось бы сказать, что в регионе у нас есть государственная информационная система, которую мы тоже развиваем. Развиваем уже давно, с 2012 года. А с 2018 года у нас был наш проект в Санкт-Петербурге, еще до создания цифрового контура с 2019 года, который у нас с проекта идет. И мы уже тогда пошли по системе создания сервисов для пациентов, врачей и организаторов здравоохранения. Для организаторов здравоохранения удобные сервисы дашбордов. Мы в прошлом году все показатели цифрового контура вывели на дашборды руководителями от организации, и они могут отслеживать самостоятельно. И мы заставляли их отслеживать и проверять, и проваливаться вплоть до каждого врача, кто подписывает, кто не подписывает документы и так далее. Дальше сервис для врачей – это портал врачей, на котором каждый врач под своим паролем логина может зайти и посмотреть все электронные документы пациента, который был обслужен в других медицинских организациях. То есть у него есть вся история пациента вплоть до вызова скорой, госпитализации, обращения в другие медорганизации. Ну и для пациентов мы создали портал здоровья петербуржца, которым мы предоставляем уже сейчас 32 сервиса, 1 900 000 уникальных личных кабинетов создано на нашем портале. Это значит не просто пациент пришел-ушел, а именно пользуется порталом активно. Ну и вы видите динамику, количество личных кабинетов, вот как оно росло с 2018 года, всего там 97 тысяч было, и 1 750 000 в прошлом году, и за 4 месяца, за 5 месяцев этого года мы уже достигли 1 900 000 уникальных кабинетов. Наш портал врача, что-то я сегодня все про портал, люблю портал врача, наш портал здоровья петербуржца, это уникальные сервисы для пациентов, все. Личные кабинеты ребенка с этого года появилась возможность, мы предоставили ее родителям, чем тоже очень гордимся. Родители постоянно, несколько лет подряд просили, дайте нам возможность получить на портале здоровья петербуржца документы детей. Наконец-то мы это реализовали, и все наши родители могут в личном кабинете ребенка привязать к себе и получать все его электронные документы из всех медицинских организаций детского профиля. Календарь беременный. Мы сделали его давно, но наши активные граждане и наши активные жители Санкт-Петербурга активно принимают участие, поучаствовали в региональном конкурсе «Мой бюджет» и попросили доработать портал в части календаря беременных. Активные беременные женщины приняли участие и выиграли конкурс. Они хотят в календаре беременных видеть гораздо больше, чем мы это придумали. У них там целая система, мы сейчас реализуем этот проект. То есть портал еще будет лучше для беременных, которые они сами придумали. Они сказали, нам нужно еще вот такие, мы хотим видеть гораздо больше, потому что для нас это важно. Запись на прием к врачу, запись на диспансеризацию, вызов врача на дом. Это все реализовано на портале. Поиск лекарств. Особенно удобен поиск лекарств. По всем аптекам, городам мы выдаем всю информацию, которая есть. Календарь прививок. Мои посещения врача. Пациент видит все. Ну и самое главное, в прошлом году мы реализовали электронный рецепт всем пациентам-льготникам. Пока мы реализовали только льготный электронный рецепт. Нельготный еще не реализован. Все граждане, имеющие личный кабинет на портале здоровья петербуржца, имеющие гаджеты, планшет или телефон, могут получить электронный рецепт. Врач назначает электронный рецепт, пациент получает в личном кабинете QR-код в аптеке. QR-код считывается, аптека автоматически все видит, все, что назначено, может отпускать частично товар или полностью. Это удобно. Всегда у себя в кармане есть рецепт, который тебе выписали. Мы идем дальше и хотим дистанционный мониторинг сделать на портале здоровья петербуржца. Это проект сейчас в развитии, в нашем сегодняшнем развитии нашего портала. Врач будет создавать назначение пациента дистанционного мониторинга, включая настройку частоты и длительности исполнения значений, и просматривать результаты сбора значений. Получает уведомления в случае выхода показателя пациента за пределы нормы. Например, по беременным. Мы предполагаем, что это будет и артериальная гипертензия, измерение давления, и сахарный диабет, измерение глюкозы. И мониторинг беременных тоже можно применять. Пациент будет заполнять дневник самоконтроля, показатели своего здоровья и фиксировать исполнение назначений врача. Мы также открыты ко всем замечаниям наших пациентов. И раз в год мы делаем глобальный опрос по тому, как они относятся к порталу «Здоровье петербуржца». Все замечания учитываются. Мы, несмотря на то, что мы госслужащие, и у нас государственная система здравоохранения, и это наша ГИС, мы по системе GIL воспринимаем то, что пациенты просят, и меняем наш портал, наш ГИС, в зависимости от того, как хотят пациенты. Сейчас пациенты хотят справки иметь на портале. Наверное, в дальнейшем в развитии мы возьмем этот в раздел работы. Также они хотят больше увидеть информацию о том, куда обратиться по различным вопросам, связанным со здоровьем. Я думаю, что мы тоже это возьмем в разработку, и это будет наше дальнейшее развитие. Две трети опрошенных, можно считать, что они согласны, что портал удобен и помогает им в получении медицинских услуг, и в чем-то согласен 28%, согласен 34%, то есть две трети пациентов довольны порталом «Здоровье петербуржца». Я рассказала про электронную, наверное, это у всех, но давайте порадуемся. В принципе, я уверена, что во всех регионах такое. Смотрите, как мы с вами работали. 20-й год, 21-й, 22-й, 23-й. Количество медицинских организаций, в общем-то, ну, понятно, прорывное, но посмотрите по количеству сэмдов, которые мы выгружаем в РЭМ. В 22-м году 44%, в 23-м мы сделали 83 сэмда, а количество документов, выгруженных в РЭМ, это вообще колоссально. Мы 89,5 миллионов в прошлом году выгрузили. Ну, согласитесь, это прорыв нашей с вами работы. Ну, Санкт-Петербург, я уверена, в ваших регионах такие же хорошие достижения, и, конечно, это очень замечательно, на мой взгляд. Особенно мне нам нравится то, что в развитии этого года мы первыми из регионов представим сэмд именно пациентам на региональном портале. То есть, если мы раньше все-таки PDF-ы представляли, это загружает, то сэмды будут получать все, все медицинские организации, а вы видите, что у меня их все, 249, которые есть, формируются электронные медицинские документы в CDI-формате, все пациенты будут получать эти документы буквально скоро. Особенно мы гордимся со времен ковида, вы все прекрасно знаете, служба 122 во всех регионах стала работать. У нас, она работает до сих пор, мы сделали ее региональной информационной справочной службой. Очень большая, получается, наша такая помощь, потому что на сегодняшний день 95% вызовов организуется именно службой 122. То есть у нас очень быстро и мобильно в случае изменения эпидемиологической ситуации количество операторов может быть уменьшаться или увеличиться. Количество принятых звонков в сути до 200 тысяч в сутки. В 2023 году было обработано вызовы в 9 миллионов 744 почти тысячи. Служба 122 помогает нам вызов врача на дом осуществлять, запись пациентов на прием к врачу, запись на диспансеризацию, на углубленную диспансеризацию, на вакцинацию. В 2022 году она даже электронном виде, в удаленном виде мы закрывали больничный лист, но помните, нам было это разрешено, потому что был омикрон, и мы задыхались от количества пациентов. Чат-бот в телеграмме и напоминание, что самое главное, напоминание предстоящих записей на прием к врачу. Это в эффективности, в освобождении отказавшихся пациентов это очень важно, потому что иначе номерки забиваются, пациенты не приходят, забывают, врач простаивает, а другие пациенты, которые не смогли помочь, не попасть к врачу, не удовлетворены оказанной помощью. Поэтому, конечно, 3 миллиона звонков мы сделали в прошлом году, напоминание, что вам нужно прийти к врачу, не забудьте, вы записаны. Наша гордость, наша красотка, робот Виктория, это наш голосовой помощник с технологией искусственного интеллекта, который мы тоже придумали в момент, когда у нас рухнул первый день омикроны, если вы помните, январь 2022 года, в один прекрасный день, одномоментно на нашу АТС обвалилось 200 тысяч звонков, ну просто в секунду. Ну и у нас рухнула связь, наверное, было тогда у всех. Собственно, потом, и именно тогда мы придумали рогатую Викторию. Спасибо большое коллегам из комитета по информационной связи, и особенно коллегам-разработчикам АТС Смольного. Они разработали этот искусственный интеллект. Понятно, что пожилые граждане сначала кричали «дайте мне человека», но на сегодняшний день 95% вызова врача на дом осуществляет именно робот Виктория. Она абсолютно, к ней привыкли все, даже пожилые граждане. И в общем-то, в чем преимущество? Не нужно дозваниваться, буквально ты позвонил, сразу же она берет трубку. 4 тысячи в одном моменте можно принимать звонков. Это очень удобно. Поэтому запись на я покрачу, диспансеризация, вызов врача на дом и запись по уточнению статуса ранее принятой заявки по вызову врача на дом осуществляет робот Виктория. Мы на ВДНХ, когда выставляли, вы знаете, ВДНХ, Россия, выставка прошлого года, мы представляли свой регион, мы оживили робота Викторию, мы создали ей живой образ. Она у нас теперь имеет человеческий облик. Для айтишников, наверное, вы бы поняли, к сожалению, у меня просто нет сегодня этой картинки. Она у нас говорит живым языком человеческим, но этот язык полностью создал компьютерный, то есть искусственный интеллект. Она говорит, оживляет мимику, все у нас прям вот настоящее, живой робот, как показывают это в фильмах про роботов в человеческом облике. Во время ковида и до сих пор мы работаем с частными организациями и с частными лабораториями. Те лаборатории передают нам анализы, и пациент тоже на портале Здоровья Петербуржца видит эти анализы. Конечно, очень удобно не только из государственных лабораторий, но и из частных получать соответствующие исследования у себя в личном кабинете. Ну и вы все знаете, как большинство регионов, которые поручены перейти на единую медицинскую информационную систему, Санкт-Петербург тоже вступил в этот процесс. У нас планируется единая информационная система, мы выполняем поручения президента, у нас создан план, губернатором подписан, мы его ему выполняем исследуемому, у нас заключено соглашение, мы переходим на московскую медицинскую информационную систему, пока начались только в стационарах, амбулатория в проработке, ну и это наша будущая работа. Вот чем хотела поделиться цифровое здравоохранение мегаполиса, мы сейчас в процессе и будем работать дальше, чего и вам, конечно же, желаю. Уважаемые дорогие коллеги, я рада сегодня вас приветствовать, и хоть сегодня вы работаете уже третий день, но я увижу вас сегодня впервые, и желаю вам плодотворной работы, обмена опытом, и мы обязательно будем брать из всех регионов лучшее, и будем делать наше здравоохранение, цифровое здравоохранение лучше и лучше. Спасибо вам большое.